Дорогие друзья, приветствую вас в одном из городов Рейнландии, региона, по которому я, Марина Бартель, провожу экскурсии по таким городам, как Кёльн, Ахен, Дюссельдорф, Коблинц, Бонн, да и многим другим, а также в долине реки Рейна, Мозеля и долине речушки Ар. И сегодня я сдам вам маршрут по одному из городов Рейнландии, по городу, в который часто приезжают лишь для того, чтобы посмотреть одно единственное место, место слияния двух главных рек Германии, Рейна и Мозель. Но мы прогуляемся с вами по этому городу и я расскажу вам свой ТОП 11 маршрут. А вы подписывайтесь на меня, не забывайте комментировать мои видео, ставить лайк и рекомендовать их вашим друзьям. Сегодня мы прогуляемся с вами по городу под названием Коблинц. Коблинц, город, который находится в земле Рейнландфальц. Начнем мы с вами с того места, куда я прибыла, а прибыла я на вокзал, потому что приехала я сегодня на поезде, но не на главный железнодорожный вокзал, он находится далеко от старого города. Я вышла на остановке Коблинц, штат Митте и начинаю здесь свое путешествие. Рядом с остановкой Коблинц, штат Митте, вас встречает вот такая прекрасная церковь в неороманском стиле. Церковь Езу Кристи, Херц Езу Кристи. Называется эта церковь, построенная в начале 20 века. Она собрала в себе много примеров разных церквей из региона. Мне она лично напоминает немножечко собор в Ахоне. Коблинц, штат Митте. Если вам любопытно, загляните в эту церковь, но вообще мы отправляемся к номеру 1 нашего маршрута, а начнем мы с вами с дворца. Чтобы попасть во дворец от остановки Коблинц, штат Митте, нужно перейти дорогу и отправиться прямиком, все время прямо, и вы будете через пару минут около епископского дворца. КОНЕЦ 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 Номер один моего маршрута по Коблинц будет здесь, епископский дворец. Коблинц был дворцом, епископов Трира, поэтому дворцов здесь было, конечно же, несколько, но этот последний, самый большой, самый богатый, самый шикарный, построенный в конце 18 века епископом Клеменс Венцелаусом. Правда, воспользоваться этим дворцом Клеменс практически не смог, только он его достроил и город заняли французы. Затем здесь было прусское правительство, ну а сейчас этот дворец вы можете снять для своих мероприятий, свадьбы, конференции, да все, что хотите. Заказывайте банкет в бывшем дворце архиепископа. Заказывайте банкет в бывшем дворце архиепископа. Сегодня вы не попадете, да и не осталось там исторических интерьеров, но вот в парке дворца я вам очень рекомендую прогуляться, а после выйти на набережную батюшки Рейна. Добавилам. 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 От дворца епископа пойдем дальше вдоль набережной Рейна к нашему следующему пункту. Вдоль набережной вы увидите вот это грандиозное здание, это тоже неороманика, начало 20 века, это Верховный суд Коблинца. Если вы захотите Коблинц исследовать поподробнее, то здесь вы можете переплыть на тот берег. Посмотрите, вон тот маленький паромчик, как раз переправляет всех с одного берега на другой, и можно побродить по одному из районов Коблинца. В том районе, кстати, на том берегу родилась мать Бетховена. А вот эти скульптуры вы уже наверняка заметили. Да, я не буду им посвящать много времени. Это временная инсталляция в городе, посвященная Альт-Акс-Мэншен, то есть обычным обывателям. И она простоит всего лишь до 5 июля. Прежде чем обратиться к номеру 2, пожалуйста, посмотрите, фуникулер поднимает, ну и опускает, соответственно, всех гостей к замку Эренбрайтштайн. Номер 2 моего маршрута – это церковь Святого Кастера. Она находится за моей спиной. Самая старая церковь города, построенная еще в середине 9 века, важна не только для истории Коблинца, но и для истории всей Германии. Ведь когда-то здесь встретились внуки Карла Великого и поделили империю на три части. В церковь Святого Кастера я вам настоятельно рекомендую заглянуть, несмотря на то, что церковь была разрушена во Вторую мировую войну очень сильно и затем была восстановлена. Я, к сожалению, сейчас не могу зайти внутрь, потому что там идет служба, поэтому это вам будет домашнее задание. Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, пункт номер 2 церковь Святого Кастера я вам рекомендую обойти со всех сторон. Посмотреть на церковь, заглянуть внутрь и заглянуть в скверики, которые находятся вокруг этой церкви. Эти скверы были обустроены к Буге. Буга – это садоводческая выставка, которая здесь, в Коблинце, в 2011 году. Город преобразился, а вокруг церкви стали просто оазисы красоты и тишины. И в один такой дворик мы сейчас с вами зайдем. Этот двор – это бывший клуатор, Kreutzgang по-немецки. Сейчас сюда можно прийти, посидеть на лавочках и отдохнуть в этом оазисе. Здесь же, рядом с церковью Святого Кастера, можно найти любопытные объекты типа вот этого вот пальца. Это часть инсталляции, которая относится к музею Людвига. Да-да, вы все правильно услышали. Музей Людвига есть в Кельне, и филиал, французская современная живопись и скульптура, находится здесь, в городе Коблинц. Со стены, которая окружает церковь Святого Кастера, можно увидеть уже наш третий пункт маршрута по Коблинцу. Но он пока что со спины, сейчас мы к нему подойдем. Кстати, церковь Святого Кастера окружают не церковные стены, не совсем церковные стены. Это стены от бывшего ордена немецкого. Итак, от пункта 2 мы направляемся к пункту 3. Номер 3 нашего с вами маршрута по городу Коблинц. Это место, куда стремятся все, кто приезжает в этот город. Это место под названием Deutsches Eck, немецкий угол. Место, где сливаются две для Германии важные реки. Батюшка Рейн по правую сторону от меня и матушка Мозель по левую сторону от меня. Здесь эти две реки сходятся воедино, и теперь Рейн продолжает свой путь в сторону Северного моря. В конце XIX века здесь, на немецком углу, появился вот этот грандиозный памятник высотой 36 метров. Посвящен Вильгельму I, королю Пруссии и императору. Считается объединителем Германии. Правда, памятник, на который вы смотрите, он не оригинальный. Оригинальный был разрушен во Вторую мировую войну, а это копия 1993 года. 1993, конечно же. Мы поднимемся сейчас с вами на этот постамент и сверху посмотрим на место слияния Рейна и Мозель. Вот такой из постамента открывается вид. Справа Рейн, слева Мозель. Здесь от Вильгельма I очень хорошо видна крепость Эренбрайтштайн. Она находится на другом берегу. Крепость – это постройки XIX века на месте старой средневековой крепости. Вот как раз туда-то наверх вы можете подняться на фуникулёре, погулять по музеям этой крепости и сверху еще раз посмотреть на слияние Рейна и Мозель, только уже с другой точки. Я обошла памятник Вильгельму вокруг и поменяла берег Рейна на берег Мозель. По берегу Мозель будем двигаться дальше в старый город города Коблинца. С берега Мозель поворачиваем на уровне парковки и идем в старый город к пункту номер 4. Пункт номер 4 будет вот этот вот фонтан. Это не просто фонтан, это целый учебник истории. В 1992 году его установили здесь и на 10 этажах вы можете узнать о 2000 лет истории города Коблинца. Начиналось, конечно же, все с Сримлен, затем через епископские времена, французскую революцию, войны, разрушения. Как феникс из огня поднялся Коблинц вновь и сейчас приглашает вас для прогулок. Кстати, для любопытных здесь целое историческое пособие. Подходите, посмотрите, вы можете внимательно прочитать, что происходило в каждом этаже, что происходит на каждом этаже этого столба и таким образом изучить историю Коблинца. Как вам идея? От исторической колонны мимо магазинчиков, кафешек мы попадаем на пункт номер 5. Это площадь езуитов, Езуитенплац. А я вам покажу рядом с этой площадью одно укромное местечко, где вы познакомитесь с одним местным озорником, местным жителем по имени Шенгельхин. Вот он спрятался здесь, во внутреннем дворе. Мы понаблюдаем за ним некоторое время. Теперь вы предупреждены, что вставать лучше сбоку от этого озорника, иначе вас окатит водой. Прямо напротив Шенгельхин, озорника, нужно зайти во внутренний дворик. Сохранился он тоже от колледжа езуитов. Можно здесь побродить, посидеть и отдохнуть. Сохранился он тоже от колледжа езуитов. Через переулочек езуитов мы идем с вами к нашему следующему пункту. Всем пока! Спасибо вам! от одной площади к другой езуитный плац рядышком площадь им планы это наша следующая цель эта площадь была местом разных событий это была одна из главных площадей города и площадь где люди могли себе раньше взять чистую питьевую воду но сейчас об этом лишь только напоминание фонтанчик но вообще хотела бы показать вам больше не саму площадь а здесь есть такой угол под названием угол 4 башен вот он на него стоит посмотреть площадь им планы соседствующий с ней угол 4 башен это и есть номер 6 в нашем маршруте а четырех углов по улице маркстрасс и мы пойдем с вами дальше к следующему пункту и вот они номер 7 моего хит парада моей прогулки по коблинцу это так называемые оригиналы города коблинца которые когда-то жили здесь в городе и были со своими чудинками о них рассказывают много анекдотов и здесь их целых 2 хенеши рэш который раньше ходил по улицам города и всегда барабанил а за моей спиной еще и полицейский о котором тоже сложно огромное количество анекдотов посмотрите какой добряк ну а сразу за полицейским весь в строительных лесах это бывший монетный двор города коблинца когда-нибудь надеюсь его отремонтируют он же давно в таком состоянии здесь в старом городе все уже рядышком один пункт рядом с другим от веселого полицейского и барабанщика пару шагов и за моей спиной один из символов города коблинца церковь липфрауенкирхе католическая церковь посвященная деве марии собрала в себе множество разных стилей романику готику барокко да была разрушена частично во время войны но тем не менее там сохранились и старинные алтари можно увидеть и новые интересные витражи так что она обязательно к посещению здесь рядом с церковью липфрауенкирхе я вам рекомендую обязательно попробовать мороженое на мой взгляд на мой вкус самое вкусное мороженое города коблинца мне кажется мне уже пора делать паузу смотрите какое кремовое я выбрала себе смородину и йогурт а вы любите мороженое пишите какое от номер восемь мы отправляемся к номеру 9 здесь рядышком с этой красивой нарядной церковью мы зайдем с вами в один очень уютный милый дворик многие про него не знают может вы его тоже найдете не с первого раза но я вам его рекомендую обязательно найти для ориентира обратите внимание на надпись historischen Weinkeller и именно рядом с этой вывеской мы ныряем во внутренний двор это не просто уютный двор вы найдете здесь сразу несколько пластов истории города коблинца на напоминание о римлянах сейчас покажу вам карту и за моей спиной великолепная роспись которая напоминает о важном событии о том как внуки карла великого пришли сюда в коблинц делить империю карла вот этот кусочек напоминает о том что римляне здесь тоже были и дали название коблинцу рядом есть карта но ее не удобно показывать она очень сильно отсвечивает так что когда заглянете рассмотреть ее сами понимать или меня не упомянули Десятым пунктом рекомендую прийти вам рядом на площадь, где сразу несколько исторических зданий. За моей спиной бывший танцевальный и торговый дом, построенный в средневековье, но сейчас находится на реставрации. Рядом соседний Бюрисхаймерхоф, тоже на реставрации, и церковь Святого Флорина, первая протестантская церковь города. И нам остался одиннадцатый пункт, и для этого мы вернемся на берег. Как вы думаете, сейчас мы окажемся на берегу реки Рейн или Мозель? Сейчас проверим. Итак, мы снова на берегу реки в Коблинце. Я надеюсь, вы запомнили целых две. Батюшка Рейн и матушка Мозель. Сейчас мы с вами вернулись на берег матушки Мозель, и последним одиннадцатым пунктом я вам предлагаю обязательно прокатиться на теплоходе здесь, в городе Коблин, чтобы до конца прочувствовать город, чтобы посмотреть на него с воды, а потом сесть в одном из ресторанчиков, кафешек и понаблюдать за местными жителями. На этом наша прогулка заканчивается. Я надеюсь, вам это видео было полезно. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и рекомендовать эти видео вашим друзьям. Ну а я отправляюсь снимать для вас новое видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!